Всем огромный привет! С вами Эмили, и в этом видео я хочу рассказать про все весенние игрушки, которые у меня ассоциируются с этим временем года. Это в основном, естественно, кролики, цыплята, и хочу поделиться, как эти работы рождались, как появлялись эти идеи, почему они выглядят именно так. И надеюсь, что будет интересно, поэтому берите чай, кофе, что вы обычно пьете, вязание, и давайте вместе проведем эти несколько минут. И напишите, под что вы будете смотреть это видео, а я предлагаю начать и расскажу вам про самого первого цыпленка, почему он появился и почему он так выглядит. И первая работа, о которой я хочу рассказать, это, конечно же, цыпленок-цветочек, то есть это цыпленок, который прячется и маскируется под цветочек. И мне кажется, это один из самых популярных моих мастер-классов, один из первых, и очень много похожих цыплят связано. И он появился, когда я еще вела группу ВКонтакте очень активно, и был такой формат, как авантюра. Напишите, может кто-нибудь из вас как раз застал тот период и участвовал в этой авантюре, а если нет, то сейчас расскажу, что же такое авантюра. Это когда собирается компания вяжущих людей, но никто, кроме организатора авантюры, не знает, что же мы будем вязать. То есть выдаются отдельные задания, то есть описание каких-то частей тела, рекомендованные цвета, но цвета тоже люди обычно выбирают сами. Им выдаются отдельные детали. И давайте я лучше покажу вам наглядно на примере, как это все примерно выглядит. Вот, например, детали реальной авантюры, которая тоже проходила у меня в группе. Может быть, даже среди вас есть те, кто принимал в ней участие. То есть выдается описание отдельных частей, из которых нужно собрать игрушку. То есть все участники не знают, что это, что вот это за часть, к чему это. То есть это нога, рука, либо что это, куда. И вот выдаются такие детали, все их вяжут, и потом участники собирают из вот этих деталей какую-то игрушку. И вот в данном случае можете посмотреть, если вдруг вы не участвовали в этой авантюре, как вы думаете, что это за игрушка. И давайте я вам покажу отдельно детали. Вот такое яйцеобразное. Такая вот деталька. Затем вот такая необычная деталька. Так, здесь у меня прицепилась. Вот такая. То есть это может быть верх, может быть низ, как угодно. Это может быть так, может быть так. Можно соединять как угодно. И как раз суть игры в том, чтобы угадать, что же это такое. Вот такие детальки. Все они вот именно розовые, разного размера. Есть похожая белая. Есть вот такая, как призрак. И многие, кстати, собирали что-то вроде вот такого в начале. Как будто бы сердечки, это глазки. Вот так. Это как крылышки. В общем, вот такие детальки. И из этого всего нужно что-то собрать. И как раз вот в похожем формате и проходила авантюра по цыпленку. То есть тоже были отдельно вот такие детальки. Как деталька цветочек вот такой. Такая корзинка. И почему я выбрала именно такую игрушку. То есть когда я подумала, что я буду проводить авантюру. Мне хотелось сделать что-то сложное. Ну как вот и в этом случае. То есть изначально вообще непонятно, что это будет такое. Если вам интересно, что же это должно было получиться. То я оставлю ссылку тоже внизу под видео. Что это был за персонаж. И думаю, может быть есть смысл придумать еще какую-нибудь авантюрку. И провести ее тоже. Может быть, не знаю, в инстаграме или где-нибудь. Потому что мне кажется формат интересный. Напишите тоже, участвовали ли вы когда-нибудь в авантюрах. И как вам вообще такая идея. И как раз таки, когда я поняла, что я буду проводить авантюру. Мне хотелось придумать какую-то игрушку, которая немного запутает. Ну то есть будет понятно не с первого раза, что это такое. И мне хотелось, чтобы участники как-нибудь совсем поломали голову. И подумали, зачем тут вот эта часть. Зачем цветочек. И естественно у цыпленка все эти детали были отдельно. То есть кто-то делал, что вот это голова, это тело. Кто-то наоборот. И собирали каждый свой вариант. И как что получится. Поэтому именно эта игрушка выглядит так. То есть мне хотелось сделать какой-то интересный вариант. Ну и плюс мне показалось, что будет здорово потом играть с таким цыпленком. Который вот так переодевается в цветочек. То есть можно в розовый. Можно в такой большой, яркий. Можно все вместе. И когда много вот таких съемных деталей, мне кажется, такие игрушки интереснее играть. И как-то их по-разному использовать. Ну и плюс оказалось, что если мы возьмем, например, вот эту корзинку, то в целом в нее можно, хотя нет, по размеру не очень подходит, но можно в нее посадить что-нибудь еще. И вот такой цыпленок был моим первым цыпленком. И я его вязала из разной пряжи. И тоже была такая история, что когда мне впервые вообще в жизни предложил бренд пряжу на обзор, причем пряжу, о которой я мечтала, это пряжа Кати Амигуруми, то из нее я как раз тоже вязала именно этого цыпленка, чтобы сравнить, как и что получится. Если я найду кусочки этого видео, то я сейчас вам их вставлю, покажу, как это все выглядело. Но если нет, то вот такой цыпленок у меня остался, и он меня радует, и он напоминает о тех интересных временах, когда это все у меня только начиналось, когда только начинала делать мастер-классы и даже вот проводила авантюрки. Поэтому вот такой цыпленок-цветочек. И меня радует, что он до сих пор, этот мастер-класс актуален, и до сих пор его все вяжут, особенно на Пасху. И меня это, конечно же, очень радует, поэтому если вы тоже его вязали, то обязательно делитесь и отмечайте меня на фотографиях. Следующий цыпленок, который у меня появился, это вот такой скорлупен. Скорлупу можно использовать, как будто бы он из нее вылупился, а можно также вот так, как шапочку, и тоже такой игровой элемент. И этот цыпленок отличается тем, что у него вот такой уже носик, немножко более подробные лапки. И здесь не зря лежит моя книга, потому что этот цыпленок как раз родился для того, чтобы создать мастер-класс именно для книги. Потому что я поняла, что эта тема очень актуальна, всем очень нравится цыпленок-цветочек, но повторять одно и то же именно и в мастер-классах книгу не хотелось, поэтому я решила, что придумаю что-нибудь еще. И что как раз тоже связано с авантюрой, я увидела, что некоторые участники цыпленку делали еще вот такие штучки на голову. Я точно не помню... А, да-да-да, вспомнила, сейчас покажу. То есть некоторые участники взяли вот эти лапки и, по-моему, как-то их приставили на голову, и мне показалось, что это очень мило выглядит, и я решила сделать тоже перышки на голову. И этот цыпленок один из любимых, наверное, тоже моих мастер-классов, и не зря он тоже попал на обложку. И вот даже давайте я вам покажу две книги, потому что тоже много вопросов, чем они отличаются. Как вы видите, они очень похожи, просто отличаются размером. То есть если вы в магазинах видите две книги, это не две разные книги, они одинаковые. Именно по содержанию отличается как раз формат. И для удобства буду показывать на примере маленькой, потому что большая в кадр не входит. Но вот чтобы вы знали, разница вот в том, что это твердая обложка, а это мягкая. И как раз этот цыпленок, он есть этот мастер-класс в книге. И тоже это один из популярных мастер-классов. И как отличить первого цыпленка от второго, я думаю, вы поняли, тот цветочек, а этот в скорлупе. И выглядит вот так. То есть здесь вот такой мастер-класс, как что вязать. И вот тоже он у меня здесь сфотографирован именно в скорлупке внизу, чтобы были разные варианты. А здесь вот наоборот наверху. Так что вот этот цыпленок такой, можно сказать, знаете, есть звезды и модели, которые мечтают попасть на обложку. Так что цыпленок, можно сказать, звезда, и он цыпленок с обложки. И если подумать, наверное, это одна из таких моих любимых игрушек. Еще за счет того, что она небольшая, ее можно быстро связать и по-разному переодевать. То есть я вот здесь взяла такую шапочку от щеночка тоже, кто может быть вязал. Был у меня мастер-класс, ну как было, он и есть. Мастер-класс зимний щеночек, и можно его шапочку вот так примерить и цыпленку. И, наверное, даже можно его посадить в разные уже другие мастер-классы. Например, вот такую корзинку, сейчас вам ее тоже поближе покажу. Либо как-то вообще переодевать. А вот еще, например, можно взять аксессуар. Это от альпаки. И можно тоже вот так примерить. Получается вот такой цыпленок, прям лапочка в каком-нибудь аксессуаре. Так что вот вроде бы казалось, такая простая игрушка. Всего лишь две детали. Маленькие для декора. А вот сколько вариантов и сколько интересных решений можно придумать. Поэтому надеюсь, что если вы еще не связали цыплят после этого видео, вы обязательно их свяжете и тоже что-нибудь придумаете. Еще вот я думала, что может быть связать в каких-то необычных цветах. Например, розового цыпленка. Я еще не видела. Если вы вязали, то тоже покажите мне, скиньте. Будет интересно. Потому что у всех обычно ассоциируется именно с желтым. И было бы интересно посмотреть, а как бы смотрелись цыплята в не классическом желтом варианте, а какие-нибудь розовые, голубые. Может быть, это бы тоже смотрелось интересно. И раз я вам уже показала вот эти корзинки, то давайте расскажу, как появились они. И началось все, как ни странно, вот с котика. Я не знаю, мне кажется, я его ни разу вообще вам не показывала. И он у меня просто спрятан в недоделках. Но на деле он связан. То есть тут все уже готово. Единственное, что вот тут вот линию я еще не убрала. Это, как это называется? Подскажите, забыла слово. Маркер, маркер. Линия как маркер и начало ряда. Потому что я тут училась вязать вот такие ушки. Такие ушки делаются с помощью прибавок. Если вы посмотрите какие-нибудь мастер-классы по вязанию, если не ошибаюсь, совушек. Очень часто используют такие ушки. И почему котик? То есть я, когда смотрела разные картинки с Пушином, я думаю, что вы знаете такого персонажа. Если нет, то тоже постараюсь его сейчас вам вставить. Это такой котик Пушин. И у него очень много всяких вариаций, в том числе и на разные праздники. И я увидела Пушина, который был надет на яйцо, по-моему. Если не ошибаюсь, может быть, я уже фантазирую и плохо помню. Но вот по форме как раз, почему он именно такой? Потому что я хотела сделать такую вот как бы накладку, насадку на яйцо на Пасху. То есть чтобы можно было вот так интересно их декорировать. И в итоге этого котика я так и не доделала. Потому что здесь как-то все мне не так понравилось. Ну и плюс, мне кажется, это не очень очевидно. Зачем вообще котик на яйцо? Но может быть, если вам понравится, вы сейчас вот так посмотрите, вдохновитесь и сделайте такую идею. И я поняла, что мне мало просто надеть котика вот так. Потому что, ну, как это, чтобы он лежал и крутился. То есть не совсем понятно. И поэтому я поняла, что нужна корзинка. И связала еще вот такую корзинку. Тоже мастер-класс есть. Бесплатный у меня, по-моему, ВКонтакте. Ссылку оставлю внизу. И поэтому я связала еще вот такие разные корзинки. Тут в разных цветах. То есть предполагалось, что мы ставим вот так яйцо внутрь. Здесь у нас котик. Открываем, а там сюрприз. И поэтому появилась такая идея. Но, как я вам уже сказала, мне не очень нравилось именно, как это смотрится с котиком. Хотя вот сейчас смотрю, мне кажется, забавно. Как будто бы он так торчит и хочет выпрыгнуть. И в итоге я решила, что все-таки вместо вот этого, этой части с ушками, я сделаю кролика. Это более как-то привычно и знакомо. И поэтому сделала все то же самое. Только начало просто обычное, вот без вот этих ушек. И ушки сделала, как у кролика. И получились вот такие игрушки. Тоже сюда можно посадить яйцо. Можно также просто взять и декорировать. То есть просто вот так надеть. И будет вот такая игрушечка. Тоже напишите, кто вязал. Я просила как-то скидывать мне фотографии, чтобы посмотреть в инстаграме, как получается. И оказалось, что многие тоже вязали таких кроликов. И все это симпатично смотрится. А насчет корзинки. У меня пасха ассоциируется именно вот в плане раскрашивания. Раскрашивания именно вот с такими весенними нежными оттенками, когда рисуются много разных орнаментов, точечки, какие-то узоры. Я не знаю, делали ли вы так, делаете ли вы так в семье или нет. Но вот я помню, что мы в детстве раскрашивали именно всякими такими интересными орнаментами. И поэтому корзиночки я хотела сделать именно вот что-то вот на эту тематику. Поэтому здесь такие вот полоски, которые имитируют разные узоры. И если вы присмотрите, здесь разные техники. То есть, когда крючок заводится не в обычный столбик, а как бы на ряд ниже. Сейчас попробую вам сфокусировать. То есть, видите, он так, так, так. Не хочет фокусироваться. Вот, то есть, когда галочка, у нас получается, спускается на ряд ниже, потом обычный ряд, и потом опять на ряд ниже. Или вот тоже тут галочки, которые на ряд ниже. И это создает определенную такую текстуру, и поэтому смотрится такой эффект. И тут дно получается связано изнанкой, чтобы оно именно было плоским и стояло. И на эту корзиночку есть мастер-класс, но как раз из-за того, что здесь разные сложные приемы, возможно, не все решили связать эту корзинку, чтобы разобраться, что в какую сторону. Поэтому, не знаю, может быть, я все-таки к следующему году сделаю видео-версию, но не знаю, получится или нет. Хотя, может быть, и зачем именно весной, можно, может быть, сделать вообще в любое время, когда появится желание и настроение сделать такую корзинку. Вот, мне нравятся такие сочетания, розовые, мятные, желтые. И, естественно, в эти корзинки можно садить разные игрушки, не только вот те, которые изначально планировались. Можно посадить и цыплят, и каких-то небольших, и использовать тоже вот так отдельно для каких-то других задумок. Поэтому обратите внимание тоже, кто не взял такие корзинки. И вот надеюсь, что после такого объяснения, как раз, что мы крючок заводим ниже, вам будет понятнее, что же значило заводить крючок на ряд ниже. Вот особенно здесь, мне кажется, заметно розовое на мятном. И помимо такой корзинки, есть у меня еще один мастер-класс по корзинке с кроликом. И мне кажется, это тоже один из самых популярных мастер-классов. У меня даже его воровали. Ну, не знаю даже рассказывать или нет. Ну, давайте расскажу. В общем, есть один сайт, не очень хороший, который берет идеи других мастеров, какие-то их бесплатные мастер-классы, и либо немножко что-то переделывает. Например, из моего кролика сделали собачку, и выдает эти мастер-классы за своим, а некоторые даже начинают продавать. В общем, не очень такой хороший сайт. И самое интересное, что у них есть профиль в Инстаграме, я вообще про него не знала, никогда не искала. И недавно мне скинули работы тоже, что там очень похоже на мои куколки. И оказалось, что сам этот, как бы, автор этого аккаунта заблокировал меня, хотя я даже о нем вообще слышать не слышала, но не смогла зайти посмотреть, что же там за фотографии, потому что человек меня заблокировал. И оказалось, что этот аккаунт заблокировал и моих знакомых, ну, в общем, понятно, что они чувствуют, что нечестно поступают, и вот так пытаются как-то скрыть свои злодеяния, но ничего, это просто обратная сторона. Я решила, что, ну, раз они воруют, значит, у меня классные мастер-классы, которые хочется повторять. Поэтому вот такая вот история с таким мастер-классом бывает и такое, бывает разное на самом деле. И если интересно, то буду чаще рассказывать какие-то такие моменты, о которых обычно я не рассказываю, потому что как-то это не та тема. Ну, она, хотя сейчас вот через время я понимаю, что это больше позитивный опыт, потому что я понимаю, что это уже выход реально на какой-то новый уровень, когда у тебя что-то воруют. Поэтому вот такой кролик, который тоже... А, самое интересное, я совсем забыла, это мастер-класс даже украли и напечатали в другом журнале. Естественно, они сделали свои фотографии и поставили его на обложку тоже. Так что можно сказать, этот мастер-класс, этот кролик тоже с обложки. Правда, вот такой вот украденный. Но я думаю, что и разные известные бренды тоже воруют, поэтому это такой как знак качества, что мастер-класс классный. Поэтому если вы еще не вязали, то тоже посмотрите. Ссылки будут внизу под видео. Это все бесплатные мастер-классы. Есть они даже на ютубе, именно видео-версия. И самый новый цыпленок, он вот прямо, можно сказать, только-только вылупился. Я его успела показать только на пару секунд в сторис, и то он был там до конца не готов. Это вот такой цыпо тоже в корзинке. Корзинку я взяла ту же самую, что и на прошлых мастер-классах, только я перевязала в других цветах, чтобы желтый не сливался, а сделал ее вообще без желтого. И как родилась эта идея, сейчас вам тоже расскажу. Когда я достала всех цыплят и думала, что же новенького сделать, или, может быть, наоборот, сделать то, что я уже делала, может быть, видео-версию. В общем, раздумывала, но решила, что все-таки этот мастер-класс довольно простой в плане форм, и решила пока видео-версию не делать. Но когда я все эти игрушки достала, то есть у меня вот так лежали цыплята, лежал вот этот кролик, и я ради шутки решила примерить. По-моему, это даже было во влоге, если не ошибаюсь. И я решила примерить, и посмотрела вот так со стороны, и мне показалось, что это будет забавная идея. Показала это Кириллу. Кто, кстати, не знает, уже спрашивает. Кирилл, это муж. И я показала, вот смотри, будет интересно, забавно или нет, если так сделать. И он сказал, что будет классно, если еще сделать, допустим, завязочки. Знаете, как в детстве было у нас на шапках, когда у нас все на завязочках. И я вот сделала такие тоже завязки. В общем, провязала такую шапку, ну тут просто тоже круг, и обвязала обычными столбиками с накидом, вот так по краю, вот такой, как эффект, ну вот на цветочки похожи. Ну, то есть это просто обычные столбики с накидом. И появился вот такой цыпленок. Давайте я тут уберу лишнее. Такс. И появился вот такой цыпленок. То есть основа у него точно такая же, как у остальных цыплят. То есть крылышки... Ой, нет, не такой. Это из книги. Крылышки, как вот у этого цыпленка. А ножки и клювик похож на вот этого цыпленка. Только немножко сделала меньше размером. Потому что здесь, по-моему, 4 воздушные петли, а здесь я делала меньше. А клювик я вообще попробовала вязать, но вот место соединения, видите, с дырочками. Поэтому я больше так ввязывать не буду. Я думала, что это классная идея. Но нет, лучше все-таки, мне кажется, пришить. Потому что когда так ввязываешь, здесь вот слишком большие дырочки. Мне это не очень нравится. А в пришитом это смотрится аккуратнее. Поэтому я бы все-таки пришивала. Ну и так же решила сделать реснички, вот эти перышки на голову и корзинку, и шляпку, естественно. Можно сделать, например, ровно, вот так вот. Можно вот без этих завязочек. То есть он будет вот такой. А можно с завязками. И тогда завязать вот так на бочок. И мне кажется, когда на бок, более-то как-то забавно и мило. И я вязала это из джинс. А остальные цеплята из другой пряжи. Ну вот этот точно из Аннабеля. Вот этот не помню уже из какой. Но он вот по размеру, если вы посмотрите, он получился меньше, чем вот этот. Ну и здесь я как-то вязала очень расслабленно. Получилось такой дырявчатый. Это я... А тут еще, видите, тоже пыталась как-то привязать. И смотрите, как сильно расширяется расстояние между столбиками, когда пытаешься вязать нос. Вот тут я пыталась вязать нос. Вот тут. И в общем он такой дырявчатый. Но это как, знаете, шаблон, основа для того, чтобы потом вязать уже более аккуратно, когда ты уже знаешь, где что должно располагаться. И вот он получился по размеру больше. И если мы возьмем эту шапочку на цыплят, которые меньше, получается, что она такая вот большая. Нам не кажется, тоже забавно. Вот так. Вот такой вот малыш в шапочке с ушками. Поэтому вот такие разные варианты можно также украсить, например, вот этим украшением. Как повторюсь уже еще раз, что можно комбинировать, как-то украшать. Мне еще нравится, как смотрится бантик. На этот бантик тоже есть мастер-класс на ютубе. Можно это все украшать, разнообразить, как-то создать прям целые игровые наборы. Поэтому экспериментируйте, придумывайте какие-то новые детальки, соединяйте что-то из старого. Потому что, как я вам показала, что, по сути, вот эта шапочка появилась, когда я увидела просто свою старую работу, которую я примерила на другую работу. И получилось вот что-то новенькое. Поэтому так, наверное, часто у меня и получается, что когда что-то пытаешься соединить, и рождается что-то абсолютно новенькое. Поэтому вот такой новый цыпленок 2020 года. Я, если хотите, оставлю вам, как эту шапочку вязала внизу под видео, но тут просто круг, пару рядов без прибавок, обвязка и ушки. Ушки один в один, как вот у этого кролика. Просто один в один. Поэтому, наверное, я где-нибудь это просто допишу, и во всех мастер-классах, которые есть, оставлю все внизу под видео, поэтому заглядывайте. Напишите, пожалуйста, как вам такой формат истории, как появляются игрушки, какие-то закулисные моменты, проворовство мастер-классов, про авантюру, участвовали вы или нет, в моей или в какой-то другой, и хотели бы принять участие, если еще нет. Может быть, я подумаю провести все-таки еще раз такое мероприятие, потому что это было интересно. И, конечно же, рассказывайте, что вы вязали, вязали ли вы цыплят, и как у вас, может быть, какие-то есть истории, связанные именно с этими игрушками, возможно. Мне будет интересно почитать. И желаю вам хороших выходных или будней, смотря что у вас сейчас идет. Бежите, вдохновляйтесь, перебирайте свои какие-то работы. Может быть, у вас тоже появятся новые идеи, когда одна игрушка будет сочетаться с другой. Поэтому желаю вам вдохновения, творческого настроения. И увидимся в следующих видео. Я надеюсь, что очень скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok